Через несколько секунд мы расскажем вам, что ждет белгородцев в предновогодние дни и в саму новогоднюю ночь. А прямо сейчас покажем, как будет выглядеть Соборная площадь уже совсем скоро. Соборная площадь Какая программа развлечений ждет белгородцев на этот раз и когда зажгутся огни областной елки, спросим у нашего гостя, начальника управления культуры Белгорода Ольги Лесных. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите для вас самой, когда начинается этот праздник, Новый год? Ну, наверное, с первым выпавшим снегом и появлением мандаринов на торговых площадках нашего города. Это уже есть и снег, и мандарин, поэтому настроение у вас уже новогоднее. Конечно. В этом году подготовка главной площади к главному празднику года началась довольно-таки рано, в ноябре. Почему так? Расскажите. От объема технических работ и от сложности конструкции самой главной героини праздника. Ну и, конечно, хочется приблизить этот праздник максимально к гостям и жителям нашего города и создать такую чудесную атмосферу. Когда, кстати, огни на елке загорятся, зажгутся? Когда это случится? И что откроет праздничную программу? 28 декабря в 16.00 на главной площади нашего города зажгутся огни. Состоится церемония, торжественная церемония открытия городской елки. И в этом году будет изменен немного формат. Главные герои праздника обязательно появятся. И более того, появятся они из разных десятилетий эпох. И, конечно же, оригинально поздравят с праздником наших белгородцев. На каких еще территориях, кроме Соборной площади, будут гуляния, будет праздник? Расскажите. Ну, я хочу сказать, что до 27 декабря в 27 территориальных округах откроются новогодние елки. А вообще, главный праздник года можно будет отметить не только на Соборной площади, но и также на четырех площадках нашего города. Это Куйбышево, 33А, возле Дома офицеров. Это излюбленная площадка кинотеатра «Русич». Старый город, усадьба княгини Волковой. И это микрорайон Крейды, Центр досуга. То есть достаточно много площадок. И, наверное, где-то можно найти информацию заранее, посмотреть в интернете, где можно узнать расписание. Да, узнать можно будет уже совсем скоро. Конечно, афиша всех событий новогодних появится на сайте администрации города Белгорода, управления культурой и, конечно, на культурном регионе. Как будет работать каток на главной площади? Каток на главной площади будет работать ежедневно с 10 до 11 вечера. Вход со своими коньками, конечно, бесплатный. Здорово. Сама новогодняя ночь, пик торжества, пик праздника. Какие развлечения предусмотрены в этот период? А в саму новогоднюю ночь, я хочу отметить, что она начнется в час ночи и продлится до 4 утра. Также ждет нас ночная развлекательная программа и небольшой диджей-сет. Мы желаем вам успешных праздников, вам и нашим жителям города, нашим белгородцам, не только города, но и всей области. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Спасибо.